21 февраля в спортивном комплексе Мордовия стартовали чемпионаты первенства России по легкой атлетике среди спортсменов с интеллектуальными нарушениями. В течение трех дней награды будут оспаривать более 200 спортсменов из 27 регионов страны. Впервые в этом году приехала команда из Якутии. После долгого перерыва присоединились к соревнованиям легкоатлеты Мурманска. Этот год для спортсменов особенный олимпийский. И особенно внимательно тренерский штаб будет следить за теми легкоатлетами, которые в этом году планируют выступить на Паралимпиаде. Пусть в Париже придется соревноваться под нейтральным флагом, но все прекрасно знают наших спортсменов и страну, честь которой они защищают. Могут, да, стартовать, конечно. Нас допускают до соревнований в нейтральном статусе, но допускают. Но при этом все равно ребята наши приезжают и говорят о нейтральном статусе. Но все понимают, что приехала Россия. Говорят о том, что да, приехала Россия. Мы рады вам. Чемпионаты первенства России проводятся по всем дисциплинам легкой атлетики. Но олимпийских видов всего четыре. Среди них и толкание ядра. Сегодня отличный результат в этом виде среди женщин показала Александра Зайцева из Костромы, пославшая снаряд на 14 метров и 46 сантиметров. В этом сезоне в мире так далеко еще ядро не толкали. У юношей в первенстве страны результаты скромнее. Зато у Мордовии есть первая медаль. Серебро в толкании ядра принес команде Сергей Ведякин. Всего было у меня шесть попыток. И самая лучшая попытка у меня пятая. И из этой пятой попытки я толкнул 11 метров 50 сантиметров. Это хороший результат? Да, это выше КМС. Многие участники соревнований в Саранске уже не в первый раз. В столице 13-го региона чемпионаты среди лиц с интеллектуальными нарушениями проходят регулярно. Победительница в беге на 1500 метров среди девушек Вивея Дегтева из Москвы – постоянно их участница. В прошлом году зимой она выиграла первенство страны в беге на 3000 метров. Осенью быстрее всех пробежала полторашку на всероссийской спартакиаде. И вот еще одна золотая медаль. Готовилась, усердно тренировалась. Но, честно говоря, я не особо довольна своим результатом. Хотелось бы 4,57 хотя бы так бежать. Но не получилось. Ты считаешь, что у нас не было в 2014 году? Да, мне очень тяжело бежать. Если бы с кем-то, было бы намного легче. Но будем готовиться. Чемпионаты первенства России продлится в течение трех дней. Нашу республику представляют 26 воспитанников спортивно-адаптивной школы Паралимпийского резерва имени Евгения Швецова. Сборную региона 13 возглавляют чемпион Европы по ходьбе Александр Адаксин и чемпионка и рекордсменка мира по ходьбе Алина Дорогайкина. Их выступления зрители смогут увидеть 22 февраля. Анастасия Мишкина, Павел Толобаев. Программа «Наш спорт».